приветствую вас друзья меня зовут Денис Борисов вы находитесь на канале fit4life.ru сейчас мы поговорим про упражнение которое развивает заднюю поверхность нашего бедра то есть вот эту вот часть это упражнение изолированное оно называется сгибание на тренажере лежа в общем-то изолировано прорабатывать заднюю поверхность бедра можно по большому счету только немногими упражнениями два которые мне приходят вот так сразу в голову это сгибание ног стоя в тренажере и сгибание ног лежа в тренажере сейчас мы будем рассматривать именно второй вариант в чем особенность изолированного упражнения в том что у нас выключаются из работы остальные мышечные группы то есть если мы допустим делаем мертвую тягу на прямых ногах естественно в этом упражнении очень активно у работает та самая задняя поверхность бедра наши бицепсы бедер но помимо этого включаются куча второстепенных мышечных групп такие как ягодицы так таких как спина вот и в общем то поэтому подобное упражнение является базовым много суставным а если же наша задача изолировано проработать заднюю поверхность бедра то по большому счету чаще всего то что у нас есть наличие это только вот сгибание ног лежа в тренажере в чем особенность этого упражнения особенность заключается в том что в нем очень сложно сделать что-нибудь не так но если вы не полный идиот конечно единственно что вам нужно сделать по большому счету это удобно настроить тренажер сделать так чтобы валик под который вы будете засовывать ваши ноги находился на нужном удалении для того чтобы у нас он упирался в поверхность чуть повыше пятки то есть это вот вот в это место должен упираться валик второй момент вы должны позаботиться о том чтобы расстояние между платформы на которой будут лежать ваши квадрицепсы и между валиком было оптимальным в том плане чтобы колено чуть-чуть свешивалась чуть-чуть свешивалась с вот этой вот платформы в начальной точке для того чтобы вам ничего не мешало сокращать в общем-то выполнять сгибание ног остальные правила плюс-минус одни и те же то есть нужно делать выдох на усилий то есть когда мы сгибаем ножку когда у нас валик идет вверх вы мы делаем выдох когда валик у нас опускается вниз мы делаем вдох есть различные модификации выполнения упражнения в том плане что можно тоже двигать носки наружу двигать носки внутрь но в данном упражнении работает честно говоря это не очень хорошо я сторонник придерживаться классической формы выполнения упражнения когда ваши ноги находятся параллельно и носки соответственно тоже находится параллельно как это все выглядит мы подходим к тренажеру опускаемся на него и наши ноги автоматически залазят под валик после этого мы плотно беремся за рукоятки прижимаем свой корпус тренажеру чтобы он не лазил вверх вниз влево вправо и начинаем выполнять сгибание ног смотрите но носки у меня параллельные друг друга они не смотрят друг на друга они не развернуты в разные стороны они параллельны в нижней точке я не пускаю вес до конца то есть нижней точке у меня происходит натяжение я как бы работаю внутри амплитуды верхние точки у меня сокращение пауза на секунду в нижней точке у меня происходит растяжение опять-таки пауза на секунду на протяжении все амплитуды движения она кстати очень плавная как вы видите у меня происходит постоянно напряжение бицепсов бедер причем верхней точке я могу даже задержать эту паузу на несколько секунд чтобы еще лучше почувствовать свои бицепсы бедер выдох пауза вдох выдох пауза вдох выдох вдох это сгибание ног в тренажере детка Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...